Игры для Некстгена только начали выходить, а среди них уже отыскался один провал. Это Looter Slasher Godfall, который критики и пользователи активно ругают за невзрачность и монотонность. Примечательно, что все эти претензии можно было предугадать задолго до релиза. Уже первый трейлер мало кого впечатлил, а последующие демонстрации лишь убеждали, что ничего выдающегося ждать не стоит. По этому случаю мы решили вспомнить другие громкие проекты, в неудаче которых аналитики и простые игроки были уверены еще до выхода. Этот список может быть огромным, но мы решили пока ограничиться семью пунктами. Ну а если ролик вам зайдет, выпустим продолжение. Готовы? Тогда начинаем! На момент анонса Ansem, ранее известную под кодовым именем Dylan, мало кто верил. Просто потому, что мало кто верил в саму BioW. Некогда великая студия уже была лишь тенью себя прежней. Основатели и ветераны разбежались кто куда, а блестящую репутацию подмочили Dragon Age 2, Final Mass Effect 3 и спорная инквизиция. Для исправления ситуации компании нужен был гарантированный хит, а она показала нечто странное и совершенно для себя нехарактерное — лутер-шутер с элементами ММО, больше всего похожий на Destiny. И если уж Bungie с их огромным опытом в боевиках потребовалось две попытки на нормальную реализацию идеи, то какие шансы на этом поле были у BioW? При этом почти ни слова не звучало ни о сюжете, ни о персонажах, ни о свободе выбора — всём том, в чём студия когда-то была действительно хороша. Будто Electronic Arts бросила на проект случайных разработчиков, не беря в расчёт их сильные и слабые стороны. Результат оказался предсказуем. Хоть Ansem и не стала катастрофой уровня Mass Effect Andromeda, хоть каким-то успехом её релиз назвать нельзя. Это была ровно та игра, которую ожидали скептики — монотонные пострелушки с бессмысленным гриндом и пустым эндгеймом. Сюжетная кампания вышла более-менее пристойной, но по её завершению делать ванцем попросту нечего. BioW надеялась, что проект проживёт около десяти лет, а народ разбежался ещё до первого большого обновления. Сейчас игру вроде как собираются перезапускать, но верится в эту авантюру всё так же с трудом. Печальная история недавних Мстителей настолько похожа на историю Ansem, что становится жутко. Неужели в индустрии никто не учится на чужих ошибках? Опять студию, которая всегда делала сугубо одиночные игры с упором на сюжет и исследование мира, запрягают в разработку ММО-боевика. Опять издатель оптимистично анонсирует многолетнюю поддержку с кучей контента. И опять первая демонстрация геймплея вызывает у публики громкое «И чё?». Почти двадцать минут герои Марвел выбивают из противника в дурь. И это выглядит утомительно. Особенно после всего того, что нам показали в последнем фильме про Мстителей. Уже тогда, в 2019-м, на проект начали смотреть косо, а последующая бета подтвердила опасения. За год ничего кардинальным образом не поменялось. Ну а после релиза Marvel's Avengers опять же повторила судьбу Ansem. Игроки прошли сюжетную кампанию, поискали вменяемый Endgame, не нашли и сбежали ещё до первого крупного апдейта. В результате уже сейчас издательство Square Enix рапортует о потерях в размере 63 миллионов долларов. Побегать в Fallout с друзьями — детская мечта многих поклонников РПГ. Попыток её осуществить было немало. Тут и фанатские разработки, и потуги самой Интерплей, и всякие проекты подражания типа какой-нибудь Fallen Earth. Но, кажется, для большинства эти фантазии остались в нулевых — в эпоху рассвета ММО. Так что, когда Bethesda представила Fallout 76, мало кто испытывал хоть что-то близкое к восторгу. Вместо него было недоумение. А это вообще что? Онлайн-режим для четвёртой части? Королевская битва? Какой-то спин-офф? Полноценное ММО-РПГ? Вечно загорелый пиарщик Bethesda, Пит Хайнс, внятного ответа не давал. Как потом выяснилось, ни он, ни сами разработчики его в принципе не знали. Fallout 76 собиралась на ходу методом проб и ошибок. Очень многих ошибок. И даже уверенно оптимистичная речь Тодда Говарда на Е3 мало кого смогла убедить в том, что к релизу готовится что-то действительно стоящее. Ну а последние сомнения развеяла бета. Дело даже не в том, что первых пользователей встретил сырой набор кода вместо игры, а в том, что Fallout 76 оказалась пустой и унылой. И несмотря на все старания разработчиков, остаётся такой до сих пор. В отличии от кинематографа, в игровой индустрии не так уж много авторских серий. На ум приходят разве что Kingdom Hearts, Тетсуи Намуры, не очень популярный у нас Dragon Quest, Юдзи Хори, ну и конечно Metal Gear, Хидео Кодзимы. Для саги о Снейке Кодзима Альфа и Омега. Он и сценарист, и режиссёр, и геймдизайнер, и продюсер, и швеция жнецы на дуде игрец. Ни один, даже самый захудалый спин-офф серии не обходился без его надзора. Так что, после увольнения Кодзимы из Konami, всем было понятно, что Metal Gear закончился. Всем, кроме самих Konami. Действительно, ну не пропадать же франшизе. Что там в моде у молодёжи? Игры про выживание? Зомби? Во, навешаем всё это на скелет МГС-5. Кто-нибудь докупит. И в какой-то степени это даже сработало. Если сегодня почитать отзывы в Steam, то выяснится, что Metal Gear Survive нашла свою аудиторию. Та в большинстве своём не требовательна, а о похождениях Солида Снейка и большого босса знает лишь понаслышке. Но для тех, кто ценит своё время и ценит настоящий Metal Gear, игра предсказуемо оказалась плевком в душу. Впрочем, про Кодзиму тоже найдётся пара добрых слов, особенно у руководства Sony. Гейм-дизайнер умудрился развести корпоратов на дорогущий игровой арт-хаус и беспрецедентную рекламную кампанию. Уже за это его вполне уместно называть гением. Первый трейлер Death Stranding произвёл в сети настоящий фурор тем, что ввёл аудиторию в полнейшее замешательство. Голый Норман Ридус, исчезающий младенец, мёртвые киты, какие-то фигуры в небе. Как говорится, ни черта не понятно, но очень интересно. Ютуберы начали наперегонки выпускать подробные разборы каждого кадра со своими интерпретациями и теориями, а сам Кодзима лишь ехидно отмалчивался. Трюк удалось повторить ещё дважды. Трейлеры были полны ярких и загадочных образов. А участие Матса Миккельсона и Гильермо Дель Торо подогревало интерес публики далёкой от видеоигр. Но потом чары начали спадать и зазвучали голоса скептиков. Во-первых, потому что держать хайп три года в принципе невозможно. А во-вторых, показали геймплейные кадры и Death Stranding из игры мифа, игры мечты превратилась в игру реальную. И при этом довольно странную. Появились первые шутки про симулятор курьера, как выяснилось в дальнейшем пророческие. Боевая система выглядела неказистой, а мир гнетуще пустым. Это не убило ажиотаж целиком, ведь Кодзима с друзьями мелькал во всех новостных лентах. Но мысль о том, что Death Stranding может и не выстрелить, стала допустимой. А потом пошли первые обзоры, и первые продажи, и первые инсайды. О том, что Sony теперь гораздо лучше понимает Konami, которая выставила Кодзиму за порог. В общем, с коммерческой точки зрения Death Stranding — однозначная неудача. И многие эксперты предрекали ее издалека. Ну а по качеству самой игры четкого вердикта у сообщества нет до сих пор. Ну, на то он и артхаус. Историю Дайкатана надо повторять снова и снова, пока она не станет притчей для молодых и амбициозных разработчиков. Чтобы они знали, к чему приводит гордыня, и как не стоит продвигать свое творение. В 90-х Джон Ромеро был одной из крупнейших фигур в игровой индустрии. Он помогал создавать первые две части Doom. Он возглавлял разработку Quake, но что важнее, именно он светился в прессе и рассказывал обо всех этих проектах. Пока гениальный программист Джон Кармак и прочие сотрудники ID Software просто делали игры, Ромеро собирал сливки и вел себя как рок-звезда. Ну, а когда его все-таки выперли из компании, он стал раскручивать свою собственную с пафосным названием Ion Storm. В Остине арендовали здоровенный офис, где были фонтан, бильярдный стол и аркадные автоматы. Ну, все условия, чтобы создавать шедевры. И первым из них должен был стать революционный боевик Dai Katana, что в переводе с японского значит «Большой меч». Свой Magnum Opus Ромеро анонсировал на E3 1997 года, пообещав выпустить его к ближайшему Рождеству. И это было либо наглой ложью, либо безрассудным оптимизмом. Ведь Dai Katana была еще очень далека от завершения. Напротив, игра только сменила движок, в результате чего разработка началась по сути с нуля. В том же 1997 на свет родился, вероятно, худший постер в истории рекламы. Тот самый, на котором большими буквами было написано «Джон Ромеро сделает тебя своей сучкой. Всасывай». Что ж, геймдизайнер хотел внимания, и он его получил. Только вот предъявить ему было нечего. Игру делали долго и мучительно. На каждой следующей E3 и Ромеро, и Dai Katana выглядели все более жалко. Наконец, когда в 2000 году боевик все-таки увидел свет, все довольно кивнули. Как мы и ожидали, мусор. Посредственная стрелялка с тупыми болванчиками в качестве напарников и дурным левел-дизайном. После такого карьера сооснователя ID Software предсказуемо полетела под откос. Но, ладно, Dai Katana. Она задержалась всего на три года. Это, конечно, не мало, но почти ерунда в сравнении с тем производственным адом, через который прошла Duke Nukem Forever, чтобы в итоге обернуться провалом. 13 лет разработки. 13. Смены студий, смены движков, смены поколений. Мы даже не будем пытаться пересказать эту долгую трагическую сагу о сломанных судьбах, похороненных карьерах и одной убитой франшизе. Она достойна целого романа. Суть в том, что Duke Nukem Forever не должна была выходить в принципе. Ей стоило остаться несбывшейся мечтой, одним из многих закрытых проектов с большим потенциалом. Но игру зачем-то решили довести до релиза любой ценой. Хотя было очевидно, что она уже не раз устарела и технически и морально. Что в нее уже никто не верит и на смену настоящему ожиданию пришло ехидное любопытство, с каким грохотом провалится это чудо. Летом 2011 выяснилось, что с большим. Над бедным Дюком Нюкемом потешались все. И журналисты, и блогеры, и бывшие фанаты серии. Хотя все прекрасно понимали, что после 13 лет мучений у него не было ни единого шанса на иную судьбу. А вы провал каких игр учуяли издалека? И когда ошибались в своих прогнозах? Пишите в комментариях и играйте только в лучшее! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok